здравствуйте с вами канал вкусный огород барнаул в этом сезоне выращивала интересное растение люфу сначала она росла в грунте но из-за холодного сезона люфа там было ну очень в плохом состоянии было и очень тяжело ну просто гибла и подумав подумав пересадил растение люфы прямо во взрослом виде с плетями ну где-то метр а то и полтора вот сюда в тепличку а как раз в этом сезоне были установлены теплицы на участке и вот люфа во взрослом виде была сюда пересажена два сорта это майдадыр и цилиндрическая и конечно люфа очень сильно болела ну пересаживать такие взрослые растения но это конечно очень сложно но тем не менее она адаптировалась начала расти начала цвести и даже завязала некоторое количество плодов ну конечно ожидать того что плоды поспеют и удастся получить полноценные мочалки из люфы получаются хорошие мочалки огородники знают на это рассчитывать бесполезно но все-таки решил хотя бы попробовать люфу на вкус поскольку плоды люфы в молодом возрасте еще и съедобны и вот похоже пришло время это делать сейчас конец сентября был ночью заморозок не очень сильные градуса 4 ну может быть 5 но однако тепличка вот это вот не выдержала такого заморозка и люфа в ней вот было очень сильно повреждена можно считать что сезон для нее закончен толку никакого не будет и вот буду сейчас собирать урожай люфы и пробовать вот эти плоды ну маловаты они конечно но может быть молоденькие окажутся повкуснее даже чем взрослые вот такие плоды выросли люфу срываю и получился вот такой очень скромные но тем не менее урожай этого интересного растения вот которые плоды поменьше это люфа майдадер и которая побольше выросла это люфа цилиндрическая ну даже не знаю стоит ли пробовать такие маленькие плодики но поскольку это было обещано не буду откладывать это дело в долгий ящик а прямо сейчас и попробую люфа в принципе пригодна для еды мы посмотрим как она выглядит в разрезе просто разламываю плодик и видно вот люфа смотрится следующим образом ну и что же делать буду пробовать пробую во-первых должен заметить что люфа обладает ну довольно специфическим запахом нельзя сказать что он неприятный но все-таки несколько непривычный вкус люфы не то что очень впечатляющий но все-таки не такой уж плохой немножечко напоминает огурец немножечко напоминает даже не знаю с чем сравнить но пожалуй если очень отдаленно то дайкон вот что-то такое у меня почему-то в памяти всплыло и такая сочная получается у нее мякоть вот можно вполне но я не знаю вот кушать даже в свежем виде вот как огурец примерно такой же примерно консистенции мякоть такая сочная хрустящая так что даже не знаю наверное в свежем виде она будет и съедена как бы то ни было после того как люфа продегустирована могу заверить что сущности она вполне пригодна для еды вот такие вот маленькие плодики вполне съедобны наверно можно куда-то их еще и добавлять обрабатывать каким-то образом но даже в свежем виде вот можно просто брать и кушать вкус но не то чтобы повторюсь но очень очень хороший просто непривычный например для меня но она вполне съедобно это очевидно то есть есть можно еще осталось у меня люфа другого сорта вот она ну здесь более крупный плодик вырос но сейчас я не знаю тоже его попробовать что ли ну что-то даже и не хочется я думаю вкус примерно такой же ладно кончик откушу и попробую тоже результат то получился вот с этим плодиком не такой хороший люфа уже довольно жесткая и в принципе кушать ее но я думаю не очень удобно и не очень приятно то есть она скорее уже не съедобно то есть если использовать для еды то наверное стоит брать вот такие некрупные плоды а вот уже покрупнее плодики то они уже какие-то жесткие становятся может дать ему дозариться да еще и мочалку с него получить форма у него своеобразная оставлю как я его подсохнуть может быть с него еще и мочалка какая-нибудь получится ну есть его конечно уже не стоит он практически не съедобен а вот маленькие плоды повторюсь вполне пригодны для еды вот такой вот получился эксперимент с люфой которая была пересажена во взрослом виде в середине лета вот в тепличку и все-таки я не жалею что это сделано люфа порадовала плодами маленькие плоды можно кушать но из большого плодика попробую все-таки сделать мочалку посмотрим чем это дело закончится жалко что люфа так рано убита морозом ну делать нечего теперь буду знать что эта тепличка не выдерживает такие заморозки это информация пригодится в будущем в конце пожелаю всем огородникам тоже попробовать выращивать это интересное растение люфу если конечно выращивать ее по правилам самого начала в теплице то безусловно я думаю урожай был бы получен гораздо более качественные и обильные а так люфа очень долго мучилась и тем не менее плоды выросли маленькие съедобные но большой к сожалению нет посмотрим что из него получится дальше всем хороших урожаев всего самого доброго до свидания